Всем доброе утро, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас с вами будет еще один влог. У меня начался отпуск, сегодня мы с Хатей запланировали поездку в клинику на чистку зубов. Очень давно я собиралась это сделать, но тянуть дальше некуда. В общем, смотрите, какая ситуация. Мы в конце мая, 31 числа, были у кардиолога, он нас посмотрел. У Хатей уже 8 лет, будет в октябре. В общем, кардиолог сказал, что у нее врожденный порог сердца. И как бы, естественно, меня все это напугало, расстроило. Он нам сказал попить виршпирон, человеческий препарат. Он нормализует там давление сердечное, где-то там в какой-то поток. Вот. Мы это пить не стали. Почему? Потому что в виршпироне побочка идет на печень, а у Хатей печень не так. Ну, как бы, страдала, уже лечили однажды, поэтому нет. Вот. И смотрите, как получилось. Получается, сказали, что обычный наркоз ей делать нельзя. И мы договорились, что ее почистят под внутривенным наркозом. Ну, это медикаментозный сон называется. Они что-то начинают капать в вену, вот пока это все капает, собака в отключке. То есть отключается только сознание. Как только капать перестают, сразу приходят в себя. Посмотрим, во сколько мне все это обойдется. Там точно сумму никто не сказал. Сказали, от трех с половиной тысяч. Еще есть вероятность, что какие-то зубы уже будут удалять. Но, если честно, визуально у меня там только на один зуб есть подозрение. Я вам сейчас покажу, как выглядят ее зубы, потому что они, ну, просто в ужасном состоянии. И, несмотря на то, что я за ними и ухаживаю, но это изначально было упущено, как бы, поэтому всем говорю всегда, завели собаку, приучайте, прям с момента, как она попала к вам в дом, приучайте чистить зубы. И чистите обязательно каждый день, потому что у мелких пород собак это вообще прям трагедия с зубами. У них очень близко расположены зубы к щечкам, и там все это скапливается. Поэтому обязательно ухаживайте за зубами. Сейчас я вам покажу, как есть, и потом покажу результат. Я очень сильно волнуюсь, потому что все равно это наркоз, как бы там ни было. И, ну, прям переживаю, но мы едем в хорошую клинику, к проверенному врачу, поэтому все будет нормально. Да, я еще забыла сказать важную вещь. Когда я ее стерилизовала, это было уже года четыре, наверное, назад, в клинике, в которую мы ездили, никто не сказал нам про порог сердца. Естественно, ее просервировали под общим наркозом. И они понимают, то есть они не посмотрели, или они не сказали. Скорее всего, они не посмотрели. На самом деле, я, когда об этом узнала, они обязаны были проверить сердце, прежде чем ставить наркоз. Я об этом когда узнала, честно, мне захотелось просто в эту клинику приехать, и там всех размахать, но там постоянно меняются врачи. Это раньше была очень хорошая клиника, но потом оттуда все разбежались, нормальные специалисты. И, в общем, получилось то, что получилось. Вот так. И еще. Это вот котенок, и вон там котятки. Привет, Крис, привет. Ой, здрасте. Здравствуй. Привет, мой холесый. Здравствуй, что ты такой есть? Да ты ей не нужен, что она там? Здрасте. Мамань, привет. Ой. Ну вот не дурачок за птичкой туда лезть. Ну ведь дурачок, и потом будет орать, чтобы вы сняли. Малыш. И вон еще малыш. По поводу порог сердца-то я вам не рассказала. В общем, ну как бы врач сказал, что ничего критического у нас нет, потому что, ну если она до такого возраста дожила, тем более пережив общий наркоз, то как бы все нормально. Это, ну, как бы они бывают опасны и не опасны, это эти пороки сердца. И у нас не опасный случай, потому что... Ну, потому что вы понимаете, да, что с таким диагнозом столько лет не живут. Ну, если там действительно какая-то беда есть. Поэтому все хорошо. Сейчас за нами приедет сестра. И поедем. Видите, наши зубки такие. Сейчас. Видите? Жесть какая. С той стороны еще хлеще. Кройка у нее вот эта длинная. Так, ну что, Хатечку у нас забрали. Сказал он, что мы ему больше не нужны. Наркоз будет ингаляционный. Вообще как бы прекрасно. Сказали полтора-два часа. Какая вся красная, сгоревшая. Еще нанервничалась. Сейчас пока едем домой. И часик-через полтора вернемся. Ну, я очень надеюсь, что все будет хорошо. Да все будет хорошо сто процентов. Неправильный настрой. Но все равно страшно. Потому что я помню, когда я стерилизовала, тоже забирали. Я думала, что вообще можно будет присутствовать. Я не думала, что это так долго. Полтора часа. Странно. Мне вернули моего пирожочка. Хатечка. У нее теперь такие чистые белые зубки красивые. Но резец один качается. Прописали нам стомаржил с питкамом. Сейчас сразу заедем к нам купим. И будем снимать воспаление. Вот моя предость. Чувствует себя вообще прекрасно. Красота. Куда мы приехали? Какая прикольная штука. Короче, грецкий орех с кешью и с миндалем. Перетертый, без сахара. Немножко горчит, но очень вкусно. Это чем-то напоминает арахисовую пасту, но только та сладкая вся такая. А это вот чисто орешки. Прикольная. Называется урбич. Время у нас 2 часа. Мы наконец-то дома. Сейчас я вам покажу, что купила. В общем, смотрите. Нам нужно будет 6 дней пицца томаржил. Это десяточка по полтаблетки. Один раз в день. И один раз в день по полтаблетки питкама. В общем, это противовоспалительные препараты. Обезболка. И гипотолюкс купила. Гипотолюкс уже без назначения. Ну, поскольку это все-таки на печень, как и любые таблетки, оказывает некое воздействие. И, в принципе, у нас с печенью были проблемы. Гипотолюкс я ей продаю где-то 2-3 раза в год. Пропиваем курсом. Томаржил дорогущий. Сейчас 1800. Он стоил пицкам тоже ближе к 1000. Вот этот не помню. За 3 препарата я отдала 2700. Вот. Так что будем давать. И мне нужно будет в одно кормление дать половинку этого, в другое половинку этого. Пицкам 4 дня. Сейчас я найду какую-нибудь консерву. И буду давать, потому что принудительно я не смогу это все. Томаржилы прям огромная таблетка. Давать буду вот с паучьем. Вот такие у меня остались. Его сейчас уже нет давно в продаже. Говядина с малиной и с яблоком. Здесь паштет. Будет удобно давать. Просто чайной ложечкой сейчас сделаю. Кусочек. Ну и все. Ты уже так сильно хочешь сейчас. О, кстати, расскажу-ка я вам веселую историю про Степана. В общем, это чудо. Я его, кстати, подстригла, поэтому он такой немножко клаками. Это чудо. Два дня назад уехала со мной на дачу. И тут, значит, он как бы он бегает. У него есть там загон. Ему папа сделал. Но он бегает так, сам. Тут приезжают дети. Он испугался, видимо, чего-то. Или было еще очень жарко, возможно. Он у нас пропал. Я уже его похоронила, ребят. Я уже пролила столько слез. Облазила все дачные участки. Подняла на уши всех соседей. В итоге он забился под дом. Там, знаете, есть вот эти дырки, чтобы, ну, проветривать, да, под домом, низ. И он залез туда. И там сидел, спокойненько за нами наблюдал. Потом он сам через какое-то время выбежал. Мы его нашли. И я была уверена, что он в эту дырку не пролезет. И что он где-то сидел в другом месте. По итогу, короче, он снова шмыгнул в эту дырку. Мы его не смогли выманить до конца, ну, до конца дня. И, получается, мы его там закрыли, чтобы он не сбежал. Закрыли, наоборот, все эти выходы. И на следующий день после работы папа приехал. И, вообще, вчера чудом он сам выбежал. Потому что иначе, я не знаю что. Пришлось бы, наверное, полы поднимать. Так что вот такая вот эта маленькая зараза. Столько нервов он у меня потрепал за два дня. Я успела искупаться. Поставила стирку. И вот вспомнила, что вам не показывала. Купил, Хатина, пробовал его консервы от Погрызухина. Оленина с клюквой. В общем, у нас новые пришли. Я покупала от Погрызухина сушеные трахеи и сушеные легкие оленя. Они специализируются вот именно по оленине. Состав здесь мясо северного оленя 30%. Патроха северного оленя 20%. Вода. Рисовая крупа. Смесь белого и черного риса. Витамин и минеральный комплекс. Клюква, резин и метионин. В общем, пока не давала. Оно, мне кажется, интересно. Стоит 355 рублей, по-моему. Да, Хатичка. Хатя, ты покушал? Ты сейчас в настроении? Ну-ка, покажи зубки пока ты. Стой. Стой. Покажи зубки. Смотрите. Неудобно просто показывать. Вообще белее унитаза. Красавица моя. Да. Ой, красавица. Да. Мне сейчас через 2 часа нужно будет выйти на работу. Меня попросила хозяйка зоомагазина. Ну, на подработку, в смысле. Ей там нужно отойти. На 2 часа я выйду. Поэтому сейчас пока у меня есть 2 часа. Вот я поставила стирку. И буду, наверное, книжку читать. Да, малыш? Да. Ой, какие зубки. Да. Красивые зубки какие. Да. А кто это у нас такой на прогулку вышел? Э? Маленький укропчик. Укропчик, укропчик, укропчик. Любимый укропчик. Время уже 6 час. Я вышла на подработку. Сижу. У меня здесь 2 часа всего сегодня. Вот. И планы немножко изменились. После подработки я поеду на дачу. Ну, зайду за хатю. Меня заберет подруга моя. Поедем вместе с ней, с детьми. С ночевкой. Будем отдыхать. Вот. Ну, попробую что-нибудь там поснимать. Не уверена, что получится. Потому что, ну, как бы не все любители. Вот. Ну, посмотрим. Так, я вообще не собиралась никуда ехать. Надо будет еще в магазин попыть и заехать. И главное, не забыть хатечки на таблетке с собой взять. Потому что я уже про них забыла. Обязательно. А Степан и Укроп останутся дома. Потому что неудобно их везти. Все. Я уже отработала. Зашла за хатечкой. Дашка уже приехала. И мы сейчас зайдем в магазин. И на дачу. Там хатчевон куда-то побежал. Там хатчевон куда-то побежал. Угу. Продолжение следует...